Тема сегодняшней лекции «Концептуальная основа изучения отечественной истории» по курсу «История Казахстана в XX веке». План лекции. Какие вопросы мы сегодня рассмотрим? Первый вопрос – это пример метода изучения дисциплины «История Казахстана в XX веке» и периодизации истории. И второй вопрос – это анализ исторических источников и историографии. Итак, цель данной лекции – раскрыть цель и задачи курса, рассмотреть этапы периодизации истории Казахстана, провести историографический анализ изучения истории Казахстана в XX веке. Итак, рассмотрим первый вопрос. Предмет метода изучения дисциплины «История Казахстана в XX веке» и периодизации истории. История Отечества всегда вызывает огромный интерес в умыслящей части нашего общества. Это объясняется естественной потребностью человека знать историю своей Родины. История Казахстана является органической частью всемирной истории и тесно связана с другими обществоведческими науками. Надо уяснить, что же является предметом курса истории Казахстана в XX веке. Мы изучаем социально-экономическую, политическую, культурную жизнь общества, начиная с начала XX века до современного времени. То есть мы начинаем изучать историю Казахстана в XX веке, начиная с начала XX века, это значит социально-экономическое положение Казахстана в начале XX века, период Первой мировой войны, революции 1905 года и так далее. Это февральская эволюция 17-го года, то есть до современного периода. Но вначале мы рассмотрим периодизацию. Данная периодизация, она основана на содержательно-историческом подходе. Первый период по современной периодизации истории называется доисторический период. Он охватывает время более двух миллионов лет до VIII века, до нашей эры. И первый период существования человечества назван доисторическим. Второй период – это древний или протоисторический период. Начинается с достоверно известных кочевых племен Казахстана и до появления первого государственных образования. Эти термины приняты нами для названия периода по следующим причинам. Протоисторию в мировой практике принято называть период, по которому имеются письменные свидетельства и большую часть которых составляет археологические. Вревним этот период назван для большей привязанности к всемирной истории, потому что он совпадает с античным периодом Европы и длится с VIII века до н.э. Сюда входит история кочевых племен Скипа, сибирского периода мира, древний государств Усуньи, Гоннах, Хоннах и т.д. Древний период истории Казахстана завершается упадком этих государств. Следующий период называется Средневековый. Он тоже делится на два этапа. Первый этап длится с V по XIII век. И он характерен тем, что развиваются два политических центра – Джетсу и Сарарта. В первом центре сформировались такие государства, как Западно-Тубское, Карлукское, Караханбиское, а во втором – Кимекское и Кипчакское. Формирование культуры шло в двух направлениях. В Джетсу в XIII веке складывается тюрко-мусульманская культура и обуза карлукские языки, а в Сарарте продолжает развиваться кочевая культура и кипчакский язык. Этот этап назван тюрко-кипчакским. Второй этап Средневекового периода длится с XIII века по XV век. И он является временем становления, расцвета и упада у лукулуса, известного в литературе как Золотая Орда. Это государство, рожденное походами Чингисхана и Бату, которое объединило кипчакские племена. Золотая Орда была империей, державшейся на угнетении национальных окраин. И поэтому его распад в XV веке был закономлен. На развалины Золотой Орды появляются три государства – Магайское, Сибирское и, собственно, Казахское. Помимо этого, период казахских ханств делится сам по себе на два этапа. Первый этап – это борьба за объединение казахских земель, которая продолжается до конца XVI века. Это время борьбы между государствами за политическую гегемонию в степи. Постепенно казахское ханство объединило казахские племена. И с упадком Нагайского и Сибирского государств этот этап завершается. Следующий этап – это этап Единого Казахского государства, охватывает промежуток времени с начала XVII до начала XIX века. Когда под воздействием внешнеполитических и внутренних причин появляются три практически самостоятельных ханства на базе казахских жутов. Следующий период мы называем периодом борьбы за национальную независимость, который тоже делится на два этапа. Первый этап характеризуется российским протекторатом над казахскими ханствами. Он начинается с обострения казахско-дунгарских конфликтов и колониальной экспансии России и Китая и завершается упадком государства. И завершается после смерти Аблая в конце XVIII века. Второй этап с 1822 по 1868 год называется этапом колониального завоевания Казахстана и России. В этот промежуток времени Казахстан окончательно превращается в колонию России вследствие целого ряда завоевательных походов и экспедиций. Особое место на этом этапе занимает национальная освободительная борьба под руководством Кенисары Касымова в 1837-1847 годах. Следующий этап это колониальный период истории Казахстана тоже состоит из двух этапов. Первый этап это этап российского царского колониализма, который заканчивается в февральской революции 1917 года. Далее продолжение идет как советский этап. Он очень короткий с 1917 года по 1991 год до распада Советского Союза. Но он очень насыщен событиями и внутри у него имеются еще свои подэтапы. Первый этап это Казахстан в годы гражданского противостояния с 1917 по 1921 годы. Далее Казахстан в годы укрепления тоталитарной системы с 1921 по 1939 год, то есть до начала Первой мировой, Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Далее Казахстан в годы Второй мировой войны и послевоенное время, то есть с 1939 до начала 50-х годов XX века. Следующий это Казахстан в 50-х, первой половине 80-х и последний период, который мы рассматриваем до периода независимого Казахстана, это Казахстан в годы кризиса и распада СССР с 1985 по 1991 год. Последний период истории, который начинается с 1991 года по современное время, мы называем периодом независимого Казахстана. Данный период характеризуется как этап, ему присущие достоинства, недостатки, в это время идут трансформационные процессы, идут модернизации экономики, политической системы. Казахстан становится политически независимым, светским, демократическим, унитарным государством с либеральной экономикой. Просмотрим второй вопрос лекции «Анализ исторических источников и историография». Источниковая база по истории современного Казахстана включает в себя научную литературу, газетную и журнальную публицистику, учебные пособия, материалы конференции и дискуссии казахстанских исследователей по излучайной проблеме. Официальные документы. Почему мы берем официальные документы в качестве источника? Потому что они показывают официальную точку зрения по тем или иным вопросам современной истории Казахстана. Энциклопедии. В качестве источников по истории современности можно привлекать материалы научной конференции, круглых столов, дискуссий и научных сессий. Проведен историографический обзор по проблемам изучения современной истории Казахстана. Формирование новой национальной истории Казахстана представляет собой очень сложный и противоречивый процесс. Он связан прежде всего с проблемами развития историографической традиции в прошлом. Сама историографическая традиция пережила несколько этапов в своем развитии. Вначале она была замкнута в российском информационном поле, что само по себе вносило ряд особенностей восприятия исторической действительности. Но обретение Казахстана независимости внесло новые подходы к восприятию собственной истории. Отметались старые теории парадигмы, появлялись новые концепции. Историографический обзор мы начнем немного с публикации крупных научных трудов. Это сборники документов, созданные коллективом авторов. Это «История Казахской ССР», изданная в 1957 году. Третье издание «История Казахской ССР» было опубликовано в 1949 году. Различные фактические материалы по истории казахского народа вошли в следующие сборники документов. Это были материалы по истории Казахской ССР, опубликованные в 1940 году. Материалы по истории политической строя Казахстана в 1960 году. В 1977-1980 году Институтом истории, археологии, этнографии Академии Новоказахской ССР был издан фундаментальный труд в пяти томах истории Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. В 1970-е годы развернулось комплексное изучение социально-классовой структуры населения. В это время публикуются крупные философские труды Аженова, Ишмухамедова, Капесова и других. Демографические процессы рассматривались такими учеными, как Ассалбекова, Пазанова, Калиева, Татимова и другими. Оживление научной жизни Казахстана. Выразилось появление статей в различных изданиях, а затем монографии ведущих историков по проблемам истории Казахстана, в том числе и современной. Это книги Клешторнова и Султанова «Казахстан. Летопись трех тысячелетий». Книга, монография Нурпиисова «Алаш и Алаш Арта», работа Койгердеева «Движение Алаш». В 1993 году был опубликован обобщающий труд историков «История Казахстана. Древнейших времен до наших дней» был издан фундаментальный труд «История Казахстана в пяти томах». В 1994 году был опубликован сборник историографических статей «Казахстан. Начале XX века. Методология, историография и источниковедение». Оживление научной жизни Казахстане выразилось в появлении специальных исторических журналов «Отан Тариха. Отечественная история. Казах Тариха. Казахская история». Особой популярностью в научной среде пользовался журнал «Отан Тариха. Отечественная история», который был учрежден Институтом истории и технологии Мечухана Валиханова в 1998 году. Издание имеет несколько рубрик, название которых позволяет судить о приоритетных направлениях в развитии Казахстана исторической науки. В этот же период появляется ряд научных публикаций, которые посвящены казахской интеллигенции начала XX века. Среди них выделяются работы Аугакирова, Козыбаева, Дахшлейгера, Нурпиисова, Балакаева, Михайлова и других. В 2000 году вышла книга Кул Мухаммеда «Программа «Алаш. Фальсификация и действительность», в которой автор представил на суд общественности собственный перевод проекта программы «Партия Алаш», которая была опубликована 21 ноября в 1917 году в газете «Казах». Современный перевод, сделанный автором, обнаружил много ошибок и неточностей, которые сделал переводчик данного проекта программы в 1929 году Мартыненко. Автор книги Кул Мухаммед считает, что до нынешнего времени исследователи использовали искаженный перевод проекта программы. В качестве доказательства он приводит фотокопию оригинала номера газеты «Казах», в котором был опубликован проект программы. Активное участие национальной интеллигенции тюркофильской ориентации в политической жизни, провозглашенной Туркестанской автономной республикой в 1917 году, рассмотрено в монографии Ануанасовой «Национальной интеллигенции Туркестана в первой четверти XX века». Автор на основе обширного круга архивных источников, а также материала периодической печати в первой четверти XX века, реконструировал политический ландшафт Туркестана в период революционных событий 1917 года и деятельность интеллигенции Среднеазиатского края в первые послереволюционные годы, вплоть до национально-государственного размежевания 1924 года. Неоценимый вклад в изучение сложных и актуальных проблем колониальной истории казахского народа внес Академик Музыбая. Его перу принадлежит свыше 800 научных и научно-популярных трудов по истории родного народа, из которых 500 написаны за годы независимости. Являясь директором Института Истории и Этнологии Национальной Академии, он превратил его в подлинный центр исторической науки. Под его личным руководством вышли в свет обобщающие труды по истории. Он являлся также автором ряда учебников для средних школ. С именем Козыбаева связано деколонизация исторической науки, и он практически является основоположником новой методологии. Таким образом, предметом курса истории Казахстана в XX веке является изучение социально-экономической, политической, культурной жизни общества с начала XX века до современного времени в соответствии с периодизацией принятой казахстанской исторической науки. Мы говорили о том, что периодизация истории проводится в несколько этапов. Из всех этих этапов мы выбираем именно период начала XX века. Какие события мы рассматриваем в рамках данного периода? Это начало XX века, это Первая мировая война, его влияние на общественное развитие Казахстана. Это события революции 1905-1907 годов, участие казаховых депутатов в Государственной Думе. Это развитие, формирование казахской интеллигенции в начале XX века. Мы рассматриваем события восстания 1916 года. Далее, Февральская революция, 17-го, Октябрьский переворот, установление советской власти до 1991 года, то есть распад Советского Союза и обретение Казахстана независимости до современного времени, то есть до XXI века. И проводя обзор у трудов ученых, мы выбираем те труды, которые исследуют актуальные проблемы истории Казахстана с начала XX века. Заканчивая лекцию, я предлагаю вашему вниманию вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Определите предмет курса истории Казахстана в XX веке. Второй вопрос. На какие этапы в своем развитии делится история Казахстана? Выделите их. Третий вопрос. Какой период истории Казахстана мы будем изучать в рамках курса? Опишите, с какими историческими событиями он был связан. Четвертый вопрос. Что составляет источниковую базу истории Казахстана в XX веке? И пятый вопрос. Вы должны провести историографический обзор исследований, посвященных изучению истории Казахстана в XX веке. Казахстана в XX веке.